Здравствуйте, меня зовут Андрей, я инженер компании «Дом-дорога». Сейчас мы находимся в таком месте, где по кругу установлены ряд прицепов от компании «Кнаус». Немецкая компания «Кнаус» в 2022 году решила перейти на электрическое обеспечение жизнедеятельности в прицепе, то есть без использования газа вообще. Мы осмотрели прицепы, изучили их возможности. Считаем, что это не совсем удобная такая линейка для Российской Федерации, так как у нас нет кемпингов, а эти прицепы требуют именно те, которые имеют вот такие значки «Е-Пауэр Технологи». Они могут отапливаться от электричества, они могут приготовить пищу только за счет электричества, то есть внешний источник питания, большое потребление энергии. Соответственно, на аккумуляторах это не вывести, ну либо надо очень большое количество аккумуляторных батарей и мощный преобразователь тока 12-220. Так как отопление происходит за счет кондиционера FreshWell, он же и охлаждает, он же и нагревает, а приготовление пищи осуществляется на двухкомфорочной индукционной плите электрической. Поэтому, как можете посмотреть, допустим, вот этот прицеп от компании КНАУС линейки «Спорт» с технологией «Е-Пауэр Энерджи». Вот, как можете видеть, нет места установки для газовых баллонов и нет традиционного подключения для этих газовых баллонов. Если у вас не рамный тягач, обычный автомобиль, какой-нибудь BMW или Mercedes или Volkswagen или что-то вроде того, так как оси расположены посередине и сам по себе он легкий, то нагрузка на шар здесь может быть даже отрицательная. Ну вот, смотрите, я сейчас один возьму это и подниму, да? О, видите? О, да я один могу это делать, смотрите. Все. Был я буквально везде. И как раз этот прицеп я приспособил для путешествий по российским дорогам. Хобби Престиж 720 КW-FU. Он только что приехал из Германии. Он абсолютно новый, в целлофане. Он наиболее приспособлен для адаптации под российские условия. Именно он, вот именно в этом месте нужно располагать основные грузы, чтобы не было тенденции к раскачке и чтобы пол не отрывался от стен. И вот здесь как раз можно расположить вот этот бак. Только этот прицеп имеет такую планировку. Вот это вот детская комната. Видите, да? Двухъярусная кровать для детей. Верхняя и нижняя. Кстати, на них может спать взрослый. Тут же в детской комнате отдельная душевая кабина. Отдельная. И что немаловажно, отдельный туалет. Я ни разу такого не видел, чтобы в прицепе был отдельный туалет. Давайте посчитаем количество спальных мест. Вот этот столик трансформируется в кровать. Здесь два спальных места. Французская кровать. Двуспальная. И она отделяется. Здесь ее можно отделить вот такой вот гофрированный шток. Значит, шкаф для верхней одежды. Вот все новое. Ключи. Шкафы с доводчиками. Это у нас такая посудница или бутылочница. Вот эти вот шкафы. Вот подсветку они здесь делают. Большие очень. Здесь телевизор можно поставить. И здесь телевизор можно поставить. Шесть спальных мест. Наша компания может вот из этого кресла сделать еще спальное место. Это доп. опция чисто наша. Установлена Трума Комби 6Е. Это отопительная система. Она позволяет отапливать прицеп и от электричества, и от газа. И получать горячую воду. Также от электричества, и от газа. В принципе, тут отопление такое же, как и в американских прицепах. Кондиционер, даметик, поставлен наверху. Там, где ему и положено быть. Интересный холодильник. В европейских прицепах открывается он и здесь, и так. Аккумулятор позволяет вам иметь полноценное отопление, полноценную горячую воду, потому что бойлер работает от газа. И, по сути дела, там зарядки для телефонов. То есть, нормально переночевать, не запуская генератор. Этот прицеп сейчас в наличии. Вы его можете купить хоть завтра. Это самый лучший прицеп для тех, у кого не рамный тягач. Вот как раз эта находка для вас.